Девочка-пай В прошлый раз мы с вами говорили об удивительных свойствах семени. Мудрость нужна тому, кто пашет и опускает семя в землю. И в Библии сказано, что ее можно приобрести, если искать ее как серебро и как глубоко запрятанные сокровища. Но для того, чтобы выращивать рассаду, тоже нужна мудрость. Выращивание рассады – это искусство. Искусство, которому нужно учиться. И занятие этим делом – самый надежный учитель. Тема нашего урока – уход за рассадой. И здесь мы затронем следующие вопросы. Пикировка, полив, подрезка и закалка растений. Итак, первое. Пикировка сеянцев. Самое лучшее время для пикировки растений – это когда высота их не превышает 3 сантиметров. Или при появлении одного-двух настоящих листьев. Инструменты, которые нам понадобятся для работы. Первое – это колышек. По-другому его называют сажальник. Второе – разметчики или маркеры. Они бывают разными. Маркеры позволяют высадить в один ящик разное количество растений. 49, 72 или 100. Следующий инструмент – это баночка или лейка. Ну и, конечно же, удобрения для приготовления питательного раствора. Подготовим почву и ящик для пикировки в него сеянцев. Последовательность шагов для подготовки почвы мы рассмотрели на прошлом занятии. Почва для посева семян и для пикировки готовится одинаково. Следующим шагом размечаем ящик. Возьмем маркер и опустим его в ящик. Колышки маркера оставят в почве углубление, куда мы и будем сажать наши сеянцы. Эта операция называется пикировка. Теперь подойдем к ящику с нашими сеянцами. Левой рукой, аккуратно удерживая растения за листья, колышком взрыхлим почву и освободим каждое растение от земли. Взяв несколько сеянцев, мы начинаем их рассаживать. Беря каждое растение по одному, осторожно опустим в луночку так, чтобы точка роста не была опущена ниже 5 мм поверхности почвы. И легким движением прижмем почву колышком, ближе к его корешку. Эта операция совершается в 3 действия. Первое. Углубление делается глубже. Второе. Опускаем растение. И третье. Прижмем почву. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сеянцы берутся только за листочки. Почему? Потому что это маленькие, хрупкие росточки. Если вдруг листочек оторвется, то новый вырастет. Но если вы возьмете за стебелек и он сломается, то растение погибнет. Так, ряд за рядом, поочередно высаживаем растение один за другим. Еще раз напоминаем. Следите за тем, чтобы макушка его не была присыпана почвой. Это может остановить рост растения или же погубить его. Итак, основные правила. Осторожно, аккуратно и быстро. На этот ящик мы затратили не более 15 минут. Высадив последнее растение, обязательно полейте ящик питательным раствором. Для этого возьмите 25 граммов смеси номер 2А для еженедельной подкормки. Растворите в 10 литрах воды. Теперь, зачерпнув баночкой раствор, полейте равномерно, распределяя его по всей поверхности ящика. Обратите внимание на то, что первый полив очень важен. Постарайтесь выровнять почву. Поливайте так, чтобы вода прошла через весь слой почвы. Это позволит растениям получить хороший контакт с грунтом и даст растениям влагу и питание. И тогда растения пойдут быстро в рост. Говоря об уходе за растениями, мы должны с вами знать, что регулярный полив – это главное условие для роста растений. Следите за тем, чтобы почва была постоянно влажной. Как минимум мы поливаем 2 раза в неделю, а в жаркие дни приходится поливать и ежедневно. Но всякий полив осуществляем питательным раствором. Следующий момент в уходе за растениями – это подрезка. Сегодня мы рассмотрим подрезку листьев на рассаде помидор. Подрезка начинается тогда, когда верхние листья начинают перекрывать друг друга. Первым делом прищипываются или подрезаются самые нижние листочки. Их называют семядольными. Затем прищипываются боковые ветки, частично или же полностью, так, чтобы листья соседних растений не касались друг друга. При этом будьте осторожны, ни в коем случае не повредите точку роста самого растения. И не пугайтесь, что после подрезки ваши помидоры выглядят несколько голыми. Они напоминают маленькие столбики, на макушке которых видны несколько листочков. На примере этого ящика видно, как выглядят подрезанные и неподрезанные растения. Вторую подрезку нужно будет осуществить тогда, когда листья начнут вновь касаться друг друга. Это будет примерно через 10-12 дней. Эта операция повторяется до 3-4 раз. Какова же цель этого процесса? Это делается для того, чтобы каждому растению дать больше света и остановить их рост на несколько дней. Посмотрите, стебель растения становится толще и крепче. Укрепляется его корневая система. И последнее, все растения примерно одного роста. Подобной же подрезке подвергается и рассада лука. С той лишь разницей, что эти растения не пикируются и растут на одном месте от посева до высадки ее в грядку. Первая подрезка делается тогда, когда растения достигли высоты 10-15 сантиметров. Для этого возьмем простые ножницы и, оставляя высоту растения 10 сантиметров, обстригаем верхнюю их часть. Количество подрезок будет зависеть от того, как долго рассада будет находиться в ящике. Но подрезку мы осуществляем для того, чтобы растение не теряло своей формы, то есть не сильно наклонялось. Мы достигаем того же результата, что и в случае подрезки помидор. Растение становится крепче, корневая система становится мощней и все растения одного роста. Еще одно важное условие в уходе за рассадой – это температурный режим. Идеальная температура для роста растений от 20 до 25 градусов. Если же температура в вашем помещении опускается до отметки 10-12 градусов, то в этом случае растения не растут, а стоят на месте. Дальше не менее важное условие для роста растений – это световой режим. Помещение, в котором находятся ящики с рассадой, должно быть достаточно светло. И ранее весной, когда световой день еще короткий, используют искусственное освещение для того, чтобы продлить световой день. Для этого применяют специальные лампы накаливания на 350-450 Вт, что предотвратит растения от вытягиваний. И еще одно условие – это поступление свежего воздуха. Хорошую вентиляцию в помещении, где растет рассада, обеспечивают двери с обеих сторон теплицы или специальное вентиляционное окно в верхней части теплицы. Потянув за шну, закрепленный через блок, окно открывается частично или полностью. Так же, как и нам с вами, растениям тоже необходим свежий воздух. И даже если на улице слишком холодно, откройте вентиляцию хотя бы на 10-15 минут. И последним очень важным условием, прежде чем мы с вами пересадим готовые растения в грядку, является закалка растений. Это необходимо сделать за 3-4 дня до высадки. Можно вынести рассаду из теплицы на улицу. Рассаду можно будет оставить на день, а если температура опускается не ниже 10 градусов, тогда и на ночь. Но такие культуры, как лук и капуста, можно оставить на улице даже при температуре плюс 2, плюс 5 градусов. Итак, соблюдение этих рекомендаций помогут нам с вами вырастить хорошую, крепкую и качественную рассаду. Предлагаем всем желающим пройти обучение методу Метлайдера в учебном центре Метлайдер Агра в поселке Заокский, Тульская область. 301-300, Тульская область, поселок Заокский, улица Руднева, 43А, телефон 087-34-22-588, учебный центр Метлайдер Агра. Традиционно наша программа заканчивается вашими вопросами. Вот и теперь. Обязательно ли пикировать сеянцы в такую же почву, в которой они росли? Отвечая на этот вопрос коротко, не обязательно. Но вы должны знать, что если вдруг ваши растения заболеют, то вот одна из причин появления их, это почва, в которой они будут расти. И следующий. При пикировке нужно ли обрывать длинный корешок? Одни говорят, что подрезка, вот прищипка длинного корешка у сеянцев способствует формированию, ну, лучшей, мощной корневой системы. При пикировке, конечно, это будет зависеть от сеянцев еще и от культуры. Одни имеют длинные корни, другие нет. Обрывать корешок не обязательно. Если это трудно, или, скажем, для удобства пикировки сеянцев с длинными корешками, их можно прищипнуть. Ну, что же касается второй части вопроса, то я бы не согласился, вот, и не думаю, что это способствует формированию корневой системы, потому что, рассматривая следующие наши встречи, мы с вами затронем о том, что необходимо для роста растений, для того, чтобы они были здоровыми, мощными и крепкими. Еще один. Подрезка листьев на рассаде помидор, лука. Можно ли это делать на других растениях? Если можно, то на каких? Да, мы с вами здесь рассмотрели подрезку листьев рассады помидор и лука. Да, здесь еще раз хочу напомнить, что это, как правило, мы делаем только на этих двух культурах. Ну, можно попробовать это сделать на перце, на баклажанах. Все будет зависеть от того, какой высоты растения будут и сколько листьев. Вы тоже можете экспериментировать. Наш совет, это вот нами проверенное, или то, что мы делали, способствует хорошему росту или получению качественной рассады. Вы спрашиваете, можете ли вы назвать сроки, выгонки, ну, некоторой рассады? Да, я скажу к примеру, конечно, это будет зависеть во многом. И от региона, где вы выращиваете, ну, рассада огурцов выходит за три недели. То есть, от посева до того, когда вы будете высаживать. Рассада помидор за два месяца, два с половиной. Рассада перца два с половиной месяца. Рассада лука два месяца, два с половиной месяца. Капуста полтора, один месяц, в зависимости от сорта. Вот это основное. Вы можете, конечно, придерживаться этим. Что-то значительно подскажет вам, поможет в вашей работе. Вот. А заканчивая нашу встречу сегодня, еще раз хочу пожелать вам успеха в вашем нелегком, но интересном труде. Мы ждем ваших писем, ваших вопросов. До свидания. Если вы не успели что-то записать, не расстраивайтесь. Наша телекомпания подготовила сборинг, в который вошли ответы на вопросы по этой методике, наиболее часто задаваемые зрителями. Мы готовы выслать его вам совершенно бесплатно, если вы пришлете нам заявку по адресу. 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, лицом к лицу. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телепрограмма «Лицом к лицу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова